Физкульт привет, уважаемые зрители! Сегодня четверг, 9 марта и вы смотрите спортивную программу Овертайм. В первую очередь мы хотим поздравить милых девушек с прошедшим международным женским днем. От лица нашей телерадиокомпании желаем достижения новых высот не только в спорте, но и во всех сферах. А теперь к новостям. В Полевском прошли чемпионаты первенства Полевского городского округа по фехтованию, как выступили наши спортсмены. Зимний мотокросс. На трассу вышли спортсмены разных возрастов, чтобы показать свои лучшие результаты. Хоккей и жизнь. Книга об истории развития хоккея с мячом в Полевском вышла в свет. В спортивной школе прошли чемпионаты первенства Полевского городского округа по фехтованию на призы заслуженного мастера спорта Юлии Хакимовой. Спортсмены из разных городов Свердловской области приняли участие. Мы пристально наблюдали за баталиями представителей Полевского. Чемпионаты первенства Полевского городского округа по фехтованию собрали в стенах спортивной школы спортсменов из разных городов Свердловской области. Ирина Литвинова приехала поучаствовать вместе со своим сыном. Для них фехтование – это семейный вид спорта. Мне нравится, здесь очень большой зал, мероприятие, много спортсменов. Для меня боевая практика очень хорошая. И настроение, настрой боевой. А уровень высокий у спортсменов? Полевского, детей, девочки, да. Я проиграла бой девочке. Есть куда стремиться и мне. Полевскую команду на этих соревнованиях представляют воспитанницы спортивной школы ПГО под руководством Клавдии Палнобок. Ирины Сушенцовой. Турниру уже, наверное, 20 лет, если не больше. Давно мы его проводим. Сначала мы его проводили как первенство школы, потом это было первенство города, потом это было первенство области, потом несколько лет это был всероссийский турнир. Сейчас это опять у нас первенство города. Но надеемся, что мы вернемся на прежние позиции, вернем себе статус всероссийского. Сегодня выступают спортсмены Екатеринбурга, Заречного, Арамиля, Полевского. Видите, какой накал у нас? Таким победным криком Варвара Манылова отмечает успешно проведенную атаку. Как раз она сейчас на дорожке проводит поединок. Параллельно фехтует еще одна воспитанница спортивной школы Илона Девятого. Девочки успешно выступают. Еще одна представительница спортивной школы Карина Полнобок, которая совсем недавно вернулась из Санкт-Петербурга, где помогала своей маме Клавдии Александровне проходить реабилитацию. Первый. Я фестивала на домашнем турнире, когда прилетала из Санкт-Петербурга. И сейчас первый такой начальный старт. Очень скучала. Как пока складывается турнирное положение? Все ли получается? Пока тяжело. Месяц не тренировалась, восстанавливаюсь. Какие цели для себя ставите здесь? Выиграть, конечно. Маму поддержать. Она хотела тут присутствовать, но по здоровью пока не может. По итогам первенства Полевского городского округа у девочек первое место заняла Илона Девятого. Вторая стала Варвара Манылова. И бронзу завоевала Анна Гиберт. В чемпионате победу одержала Ольга Лиходеевская. Серебро у Илоны Девятовой. И бронзу завоевали две спортсменки. Карина Полнобок и Ирина Литвинова. Среди мужчин золото первенства взял Андрей Чухланцев. А победил в чемпионате Тимофей Банников. В командном первенстве обе полевские команды удостоились высшей ступени пьедестала. В Полевском на трассе, которая находится на совхозной 11А, прошли чемпионаты первенства Полевского городского округа по мотокроссу. Этот вид спорта любят за зрелищность и скорость. Именно это наблюдали все, кто побывал на соревнованиях. Мы не могли пропустить такое событие. В Полевском мотокросс популярный вид спорта. Есть трасса, где тренируются воспитанники спортивной школы. И, конечно, сюда приезжают на соревнования. Кирилл Ширяев занимается мотокроссом три года. Участвовал в заездах различного уровня. Я много видов спортов перепробовал разные. Такие, как, допустим, футбол, плавание, хоккей. Но вот на мочке прокатился и прям кайфанул. И все, это в душу запало. И все. Теперь гоняю. Сегодня на трассу выходят представители разных городов Сырловской области и даже из-за ее пределов. Первыми стартуют самые маленькие участники первенства ПГО. На мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Участвуют даже ветераны-любители. Мотокросс любят все. От мала до велика. До этого у меня был вон тот КТМ, там стоит. А сейчас мне дал клуб вот этот мотоцикл, и на нем я выступаю, езжу на соревнованиях. Соревнования точно не скажу, потому что их было большое количество. И как бы я ездил на разных уровнях. Я ездил даже на международном суперкроссе в Каменске-Уральском. Там приезжали даже другие страны. Всего сегодня участвует порядка 100 спортсменов. В зимний мотокросс особенно зрелищный. Несмотря на холодную погоду, желающих понаблюдать за заездами много и поболеть за полевчан. У нас в команде сегодня от полевского именно выступают 15 человек. Всех перечислять не буду. Я думаю, что многие уже известны по итогам сезона летнего. Многие уже заслужили, достигли каких-то титулов, разрядов. Ну, по гонке сегодня будет видно, своя трасса. Поэтому надеемся на пьедестал. Сейчас у нас выступают ребята от 6 точно так же. Ну и у нас самому, наверное, такому ветерану там за 60 уже. Поэтому такая вот возрастная категория. Есть 18, 14, 6, 7, 9, 10. Очень много таких спортсменов. По итогам первенства один представитель мотоклуба «Метеор» Марк Мост занял первое место в классе 85 юноши. В других категориях полевчан на пьедестале не было. Кирилл Ширяев, выступавший в классе «Оупен», занял четвертое место. Константин Карамыслов в классе 65 стал пятым. В Полевском вышла в свет книга о хоккее. Работа над изданием продолжалась на протяжении четырех лет. Презентация состоялась во дворце спорта Северского трубного завода. Авторы Анатолий Засухин и Дмитрий Пенигин рассказали о своей работе. А мы в свою очередь готовы рассказать вам об этой книге. Книга «Хоккей и жизнь» – это отражение истории появления хоккея с мячом в Полевском. Как развивался этот вид спорта и кто стоял у истоков. Обо всем этом написали авторы книги Анатолий Засухин и Дмитрий Пенигин. Четыре года плодотворной работы и сегодня долгожданная презентация. Первый тираж напечатан. После того, как мы съездили с юношеской командой, с младшими юношами в Швецию, с наших соперников по игре в хоккей с мячом, посмотрели, как они относятся к этой игре, какие тренировки у них проходят. Мы проводили совместные тренировки. Я укрепился в вере, что мы должны написать книгу про наш хоккей полевской, про нашу команду «Северский трубник». Как пишут сами авторы, они не ставили для себя цель – просто перечислить всех игроков и их заслуги. В книге написано о том, какую роль и влияние хоккей с мячом оказывает на воспитание нескольких поколений полевчан. В нашем городе много успешных людей, которые занимаются этим видом спорта. Нас часто тренер вывозил на игры команды «Сказ-Свердловск», которая там собирала полный стадион центральный, сейчас это Екатеринбург-арена. И вот мне потом по истечению времени повезло, что я своей мечты добился и стал одним из лидеров этой великой команды «Сказ-Свердловск», стал чемпионом России в этой команде. Но все игроки, которые здесь занимались хоккеем с мячом, они все, в принципе, все успешные. И мы имеем определенную закалку, которая спортивная называется. У нас есть дисциплина, у нас есть исполнительность. Ну, все, что должно присутствовать в нормальном человеке труда, так скажем, все у нас присутствует у спортсменов. Есть и те, кто уже не играет в хоккей на профессиональном уровне, но закаленный характер позволяет добиваться успехов в других задачах, например, на производстве на Северском трубном заводе. Хоккей сам, он коллективный век спорта, как я уже это говорил. Это дружба, взаимопомощь своего рода. Это как бы какая-то связь между теми людьми, которые на поле. Это связь между теми людьми, которые в раздевалке сидят и поддерживают тебя, то есть болельщики, где дома, кто тебя ждет. Ну, в общем, все это так просто не описать. Это надо в ней вариться, в этой команде, в этой игре. И то, что вот эта книга получила, как бы вышла в свой свет, я считаю, что это большой плюс для нашего города. Таких примеров очень много. В рамках сюжета обо всех не рассказать. Но теперь, благодаря авторам этой книги, об этом можно прочесть. На 157 страницах издания есть вся информация о славных спортивных традициях Полевского. Я благодарен всем, кто в этом поучаствовал. Благодарен генератору идей, толкателю, двигателю, Анатолию Леонтьевичу Засухину, который и днем, и ночью не останавливался на достигнутом. Мы всегда стремились вперед. Все вы знаете, что без знаний истории нет будущего. Это у любого народа, это у любого общества. Поэтому, конечно же, в нашем городе со славными спортивными традициями хоккей с мячом, на мой взгляд, занимает особенное место, потому что этот вид спорта, наверное, больше, чем любой другой вид спорта в нашем городе, знаменит не только в нашей стране, в нашей области, но и за рубежом. Авторы книги о хоккее сегодня высказывают отдельную благодарность за помощь. Особо стоит отметить руководство Северского трубного завода, которое поддержало этот проект, и книга появилась на свет. Очень важно знать о традициях спортивного города, знать о том, как зарождался тот или иной вид спорта, какую душу вкладывали в развитие этого спорта наши уважаемые ветераны, сколько было сделано для того, чтобы освоить азы этого вида спорта, чтобы молодые ребята играли, занимались здоровым разжизнью, спортом. Над текстами и оформлением поработали специалисты-дизайнеры заводской пресс-службы. Это были главные спортивные новости Полевского. Мы выходим в эфир каждый четверг. Наши сюжеты вы также можете посмотреть в Ютубе и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова